Друзья, краткая визитка. Лилия Сосина. Педагог, журналист, психолог, радио и телеведущая. Замужем за Михаила уже 42 года. У их двое детей и один внук. Они посещают поместную баптистскую церковь. Лилия, я хочу искренне поблагодарить вас за то, что мы с вами друзья. Знаю вас на протяжении многих-многих лет и хочу сказать, что именно вам я могу открыть свое сердце. Для меня это честь. Спасибо вам огромное за это. Искренне хочу с вами провести этот эфир. Тоже в откровенном разговоре поговорить о вашем творчестве, о вашем служении. Потому что на протяжении многих лет вы служите нашей славянской комьюнити. И поэтому этот эфир я тоже хочу посетить для них. Потому что мы хотим узнать о жизни человека, о его служении, который служит другим людям. Хочу спросить у вас. Вы, зная меня, не с первого раза пришли на эфир. Скажите, пожалуйста, почему? Вы знаете, у меня как-то привычнее, удобнее, комфортнее в роли ведущей. Потому что 24 года за микрофоном ведущий. Это, конечно, серьезный опыт. Ну, может быть, не всегда гладкий, но это опыт. И как-то так сложилось, что я всегда была мастером прямого эфира на радио. Вот. Вы, как ведущий, хорошо знаете, что прямой эфир – это вообще как бы особый формат. Как сегодня. Да. Тут ошибаться нельзя. Вот какие мы есть, вот такие мы есть. И как бы, ну, тем оно и дорого, да. И вот быть в роли гостей, еще и что-то о себе рассказывать, меня не смущают откровенные вопросы. Я на них, конечно же, либо отвечу откровенно, либо я не отвечу вообще. Вот. Но неловкость какая-то есть от того, что думаю, а надо ли это, а надо ли это вам, дорогие зрители, слушатели? Интересно ли вам? Меня всегда обязывает то время, которое ты берешь у других людей. Понимаете, это не льстит, что вот посмотрите, я такая вот на меня, посмотрите, я тут вот на телевидении. Нет. Уже не тот возраст. Уже… Да, в принципе, у меня так и не было и в молодости. Это обязывает. 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 Если ты берешь 30 минут, полчаса, там, час времени чьего-то, то что-то должны они услышать интересное, что-то полезное, что-то должно, ну, коснуться. Вот об этом волнуюсь. Спасибо. Вы так искренне на это все сказали. Ну, Лиля, ну, я уверен, что это час. Наши, уважаемые телезрители, они проведут и возьмут очень много полезного. 24 года служения на радио. Радиоведущая. Вы можете вспомнить, пожалуйста, ваш первый эфир? С кем он был? Да, мне его даже не надо вспоминать. Это всегда со мной, потому что до этого никогда в жизни у меня не было радио, ну, в плане как микрофон ведущий, да. Вот. И когда приехали мы всей семьей в Америку, в нашей церкви узнали, что я психолог, и Гена Вербицкий, которого, я думаю, что все знают, он на слуху, и он, и его песни, его творчество. Он пригласил меня на радио. У него тогда была программа, называлась «Мое призвание». Вот. Он тогда был молодой, энергичный. Ну, для меня он и сейчас такой же мальчишка. Да, да, да. Вот. И он пригласил и говорит, вы психолог, а вот давайте, давайте. Ну, и вот мы и выдали. Я пришла без единого листочка. Сейчас я такая солидная тут вот. Ну, мы потом скажем, что это за листочки. Да, да, да. Да, тоже сегодня без листочка. Потому что, как бы, рассказала все то, что, ну, у меня спрашивали, рассуждала. Тема была о подростке. Ага. Вот. Ну, и как бы эта программа так взбодрила народ. Может быть, слог у меня не тот был на тот момент, не знаю. А может быть, слишком смело и откровенно. Смело и откровенно, да. Ну, это моя тема, в принципе. Поэтому я знала, что я говорю, мне листочек не нужен был. Ну, вот. И как-то понравилось. Ну, кому понравилось, кому нет, это, знаете, бывает по-разному. Ну, вот. И с того момента, как бы, фамилия где-то там прозвучала. И потом меня встретил Давид Пономарь и нынешний мой босс, мой земляк, человек, которого уважаю и которого мне, в принципе, есть за что благодарить. Он мне помог на радио, потому что первые шаги были с его помощью, с его подачи. Вот. И именно он и предложил название первой программы. Он предложил выйти в эфир со своей авторской программой. И как-то так вот вместе в разговоре родилось название «Откровенный разговор». Ну, наверное, вот эта откровенность чрезмерная, она с меня, вот знаете, так перла, вот так скажу. Это слово ярко выражает именно этот процесс. И тогда вышел в эфир «Откровенный разговор», который, кстати, продержался в эфире для радио, это очень важно, 8 лет. 8 лет программе – это все-таки… Да, это срок. Ну, вы хорошо это понимаете, знаете. Есть программы, как «Мыльные пузыри», так раз, два, и там уже их нет. На полгода. Да. А тут вот как бы… И мы действительно говорили откровенно. Приходили интересные люди. Я благодарю Бога за эту программу, потому что это было сложное время моей адаптации в Америке. И этот эфир был такой отдушенный, таким окном в Европу. Вот, как бы. Ну, мне нравилось. Хотя, наверное, ну, не все было так, может быть, как бы я это сейчас сделала. А, может быть, в этом была своя изюминка. Вот. Ну, вот так эфир держался долгое время. Спасибо. Могу я спросить у вас за основы? Вы всегда брали то, что у вас было в фокусе «Семья». Почему? В фокусе «Семья». Да, начиная с откровенного разговора. Да и последующие программы. И последующие. Главные мысли. Ну, какие-то были движения там чуть в сторону, шаг вправо, шаг влево. Но в основном вы правы, в фокусе «Семья». Почему? В Украине я работала в школе, работала и в начальной школе, работала в старшей школе и преподавала этику психологию семейных отношений. Конечно. И как преподаватель психологии семейных отношений, естественно, эта тема была, ну, мне очень близкой. К тому же она всегда актуальна. Хоть в Америке, хоть в Украине, ну, как я говорю, хоть в Африке. Хотя не знаю в Африке, насколько это актуально. Ну, знаете, получается, что эта тема, она неисчерпаема. Да. Рождается новая семья, с ней рождаются новые традиции, радости, проблемы. То есть у каждого свое. И так получилось, что мне всегда было что сказать по этому поводу. Люди поверили мне, услышали меня и задавали вопросы свои. То есть я очень дорожу их доверием. Опять-таки оно мне не льстит. Оно меня обязывает. Обязывает оправдывать их ожидания. Я стараюсь, если я не знаю какого-то ответа, я не изображаю ничего, что, ну, дескать, так вот надо там подумать. Надо подумать, и я об этом откровенно говорю, что мне нужно время. И я иногда обращалась за помощью к своим коллегам в Украине. И к докторам, и к сексопатологам, и к психиатрам. То есть если мне нужно было получить какую-то очень конкретную, специфическую информацию, то у меня есть друзья, которые мне могли в этом помочь. И тогда только я уже грамотно отвечала человеку, задавшему вопрос. Вообще наше правило основное – это не навреди. Не навреди. Спасибо. Вы знаете, вот вы отвечаете, я уже смотрю, что следующий мой вопрос, который я приготовил, и вы его не знаете, а вы уже практически ответили. Но все-таки скажу, ваши радиопередачи, они, ну, востребованы, популярны, какие слова еще красиво можно назвать, и их ставят в прайм-тайм. То есть это в самое популярное время в радиоэфирах. И я хочу спросить, в чем секрет? Все-таки это потому, что насущно, это потому, что надо сегодня, это потому, что о всех нас? Почему? Да, это правда. Все программы в прайм-тайм, что-то сейчас так вы хорошо подытожили. Я и не задумывалась об этом, а действительно так. И я благодарю за это Давида и вообще всех, с кем мне пришлось сотрудничать. Потому что они понимают, они же тоже вас слышат, они реакцию ведут. И вы знаете, благодарю людей, наверное, за их отзывы, это тоже как бы триггер для этого. Вот. И я думаю, что, наверное, вот вы правильно сказали, востребованность, популярность тем, не моя популярность, а популярность тем. Вот это и давало как бы мотив, мотивации, было мотивацией для того, чтобы люди, больше людей, как можно больше людей услышало. То есть мы не ориентировались на утро, когда только там определенная часть, контингент какой-то радио. Да, мы не ориентировались на поздний вечер. А вот именно прайм-тайм это как раз срабатывало. Спасибо вам большое. Лидия, я вспоминаю то время, когда вы также вели передачи на радио Вифане. Я тоже там был участником. Да, чудесное время. Спасибо. Я думаю, это, наверное, не знаю, два-три года приблизительно. И вот один из ваших... Каждую среду в 9 часов вечера на радио Вифане ваши программы выходили, авторский откровенный разговор. И вот однажды я получаю звонок от человека, который говорит, его супруга больна, и она даже часто лежит. И вот она расстроена, потому что она пропустила передачу Лилии Сосиной. И он мне просит, вы можете, пожалуйста, мне из архива достать эту программу на флешку, потому что она очень хочет слушать каждую среду вашей программы. И ваш поступок, конечно, не только меня впечатлил, но и этих людей, потому что вы на флешку передали все программы, которые были на радио Вифане, их, наверное, более 40, и просто подарили этой женщине. Ну, конечно, это радость такая неописуемая, потому что, ну, слушайте, не каждый ведущий так сделает. Спасибо вам огромное за это. Скажите, пожалуйста, когда наши люди не все так научены благодарить? Больше критикуют, больше... Когда плохо, вам точно скажут, ну, имеют, когда не понравилось. А когда понравилось, почему-то наши люди не научены. Вот что сказать людям, когда действительно их коснулось, когда они вот ждут эту передачу, а вот поблагодарить слово не находится. Что бы вы хотели пожелать этим людям? Слушайте, спешите сказать спасибо. Не всегда такая возможность будет, да не всегда эти эфиры будут. Пока человек трудится, а есть возможность, да скажите доброе слово. Вот почему так происходит? Вы знаете, у каждого человека есть любимый праздник. У некоторых это день рождения, ну, у других это, может быть, Крисмас, у кого-то Хэллоуин, к сожалению. У меня любимый праздник, помимо Крисмаса, день рождения для меня, я не могу назвать его любимым праздником. Это просто констатация факта для женщины. Знаете, это как «Мои года, мое богатство» – это песня для мужчин. Красиво. Ну, по факту. Ну, значит, а вот у меня стал любимый праздник, появился любимый праздник в Америке. У нас его в Украине не было, сейчас, может быть, уже и есть. День Благодарения. Да. День Благодарения – это такой красивый, особенный праздник. Он таким среди праздников особняком. Ну, я не ставлю рядом его, там, скажем, с… С Пасхой. С Пасхой, с Рождеством, с Христом. Но это все-таки очень чудесный праздник. Хотя я склонна считать, что благодарить надо 365 дней в году. Да. Вот. И не раз, да. А все равно вот этот праздник, он приятный. И хотелось бы, чтобы люди относились к благодарности не один раз в году на праздник, да, а просто повседневно благодарили. И не такие традиционные моменты «благодарим Бога, мы проснулись, мы открыли глаза, мы встали на ноги, мы там слышим, видим, мы под крышей, мы не голодны». Все это правильно. Это уже, знаете, это такой набор стереотипный, который все говорят… Завученные слова. Да, и аминь, да. Это все на своем месте. Я тоже просыпаюсь, смотрю в окно, у меня такое огромное полукруглое окно в спальне. Я обожаю это окно, потому что там такая огромнейшая ветка дерева, по ней можно определять сезон, погоду, когда там листочки шепчутся, когда они в тишине такой притихли, когда они золотые, когда зелененькие. Вот. И я благодарю Бога, я смотрю в это окно, да, я благодарю Бога, что новый день, что я его вижу, что я слышу, как уже кипит чайник на кухне, уже там кто-то шуршит до меня. Вот. Как бы все это на своем месте. Но я возвращаюсь к благодарности. Нужно благодарить за такие маленькие вещички тоже. Это все глобально. Бог на своем месте, жизнь на своем месте, наш дом, наша семья, дети, здоровье относительное, у кого там оно какое, да, дай Бог вам всем здоровья. Но есть вещи, которые нужно просто подмечать, а может быть даже выискивать, понимаете, вот и благодарить людей за это. Я учу этому своих студентов, я учу этому своего внука. Мы вот ложимся вечером спать и обязательно перед тем, как уснуть, мы, ну, перед молитвой даже, мы говорим, это у нас называется, пошепчемся, давай пошепчемся. И вот внук приходит и говорит, давай пошепчемся. Сколько ему лет? Девять. Это мой друг большой, маленький, но большой друг. Вот, и мы говорим с ним о том, как прошел день, что ты сделал доброго. Если ты ничего не сделал доброго, то день, в принципе, прожит напрасно. И пытаемся это все как бы прокручиваем день, да, я его приучаю к этому, чтобы он, ну, вспоминал. Я спрашиваю своих студентов, прямо на уроке, подвожу к тому, чтобы, а что вы сделали хорошего вчера, что было полезного. Вот, ну, дети как дети, они же открытые, они очень интересные. Я очень люблю детей, очень люблю детей. И, ну, так скажу, без лишней скромности, они отвечают мне взаимностью. Вот, и я очень дорожу этим, очень дорожу этим, потому что их доверие, вот это, когда они тулятся душой к тебе, это такое, знаете, хочется их всех обнять. Ну, и просто вот, ну, наверное, уже во мне бабушка говорит, вот, хочется как внучка всех. Ну, а может быть, и учительство столько лет. То про благодарность можно говорить, не останавливаясь. И вот вы меня поблагодарили, что я пришла, да, Ген? Поблагодарили, что мы столько лет друзья. А я ведь тоже вам благодарна. Понимаете, вы есть в моей жизни. Спасибо. Вы есть в жизни нашего комьюнити. Возможно, к вам разные отношения. Кто-то вас обожает, кто-то присматривается, кто-то что-то ищет, думает. А вот он когда-то там споткнется, может быть, знаете. А вы вот такой, светлый, порядочный, настоящий. И я, для меня честь с вами дружить. Понимаете, вот в хорошем, красивом, высоком смысле слова для меня это честь. Так что я вас благодарю. Спасибо вам огромное. Я не ожидал, конечно, вы умеете сюрпризы делать, но вот и в эфире тоже. По факту, все по факту. Спасибо огромное. Лилия, я знаю, что вы еще пишете прозы и стихотворения. Если бы я вас попросил стихотворения прочитать для наших, уважаемых телезрителей, я знаю, что вы взяли с собой. Это вот те листочки, которые... Вы не пугайтесь, уважаемые зрители, потому что здесь так много. Нет, это просто так получилось. Я прочту, может быть, если вы позволите, несколько, да? Пожалуйста. Ну, может быть, не все сразу, может быть, как-то, не знаю, в перемешку или... Ну, давайте два, потом один в конце. Я подготовила, принесла текст. Стихи мои, конечно, это не Пушкин, но они мне дороги. Дороги, потому что каждый из них написан в свое время, и каждый из них написан под своими впечатлениями, переживаниями. То есть я не сажусь за стихотворение. Так, сегодня сейчас вот напишем вот на эту тему, вот так вот и выдадим вам тут, послушайте. Нет, они так вот тут вынашиваются, вынашиваются, как дети. А потом раз, или есть, или нет. Ну, послушайте, вот на ваш... Я очень редко зачитываю свои стихотворения, но уже бывало такое. Надеюсь, что кто-то услышит. Стих не ложится в строчку просто так. Должна душа запеть или заплакать. Не так уж трудно рифмовать слова. Сложнее сердце крик в них запечатать. Нет, не ложится стих из ничего. Его диктует жизнь, любовь, страдания. Становится внутри вдруг горячо. Ты отдаешь себя воспоминаниям. Стих не рождается в душе, где нет любви. Стих не напишет, кто людей не любит. Обида лишь на время приглушит. Но силу чувств и сердце не погубит. Стих выносит. И в мир, и миру в дар отдаст. Лишь тот, кто слышит, кто ему диктует. И славу всю только ему воздаст. И отдавая, сам счастливей будет. Не отношу себя к числу поэтов. Но Бога искренне всегда благодарю. За то, что позволяет чувства эти вмещать в простую скромную строку. Спасибо. Вот такое стихотворение было написано в 13-м. Аж в 13-м году. То есть 10 лет назад. Друзья, для вас живую Лилия Сосина расскажет стихотворение, которое Господь ей подарил. Следующее давайте. Следующее. Ну, следующее, наверное... Знаете, есть такие темы. Которые касаются всех. Ну, может быть, кого-то больше и конкретнее, кого-то, может быть, так косвенно. Но они все-таки касаются. И одна из таких тем, ну, помимо семьи и взаимоотношений, это чисто душевное состояние людей, которые одиноки. Бывает и одиночество в браке? О, да. Это страшное одиночество. Одиночество в толпе. Одиночество в браке. Это, наверное, самый страшный вид одиночества. Когда ты среди людей, когда у тебя в телефоне... Несколько сотен контактов? Да, в семьсот, восемьсот тысячи контактов тебе плохо, ты их листаешь, листаешь, и не нажал. И ты понимаешь, что тебе лучше просто где-то припарковаться, помолиться. Поплакать перед Богом. Поплакать, да. И тебе полегчает. Потом уже позже ты позвонишь. Ну, есть друзья, все на своем месте. Но это будет потом. А тогда тебе не хочется, чтобы кто-то что-то спрашивал. То есть вот это чувство одиночества, я всегда подчеркиваю, что есть одиночество, это страшное дело, и это не свойственно человеку. Ну, Господь сказал, нехорошо быть одному, да? А есть уединение. Это тот маленький, короткий период времени, в котором мы все нуждаемся. В уединении мы нуждаемся. Как бы мы ни крутились, мы в социуме живем, да, но нам нужно иногда делать какие-то остановки, побыть на природе, посидеть у воды. Я люблю в парке смотреть, как где-то вдали играют дети. Чужие дети, но это приятно. Люблю я их. И вот следующее стихотворение, оно об одиночестве. Давай убьем одиночество. Что б не было его на земле, ведь каждому человеку хочется принадлежать не только себе. Люди стремятся к счастью, горе хотят обойти, и вдруг на пути одиночество тормозит, мешает идти. Так жил человек, стремился, свою половинку искал, и вдруг повстречал одиночество, и понял, что в жизни он сам. Кто-то бороться пытается, кто-то сдал себя в плен, кто-то страдает и мечется, не находит места себе. А оно продолжает шествие и зомбирует множество душ. Ну давай убьем одиночество. Этот корень болезни и нужд. И пусть люди идут по жизни со взаимной любовью в сплетении, и почувствуют, как приятно, не в одиночестве, в уединении. И все люди прозрят душою, приняв правило это простое. Один – это лишь половинка, а целое – это двое. Аминь. Спасибо огромное. Хочу, чтобы меньше было одиноких людей, чтобы люди находили друг друга, чтобы всегда был этот друг. Потому что сегодня все чаще мы понимаем, ярче осознаем дефицит человека рядом. Дефицит человека рядом. Вот когда человеку плохо, нужно, чтобы кто-то был рядом. Чтобы кто-то помолчал, сказал что-то, просто обнял, посидел как-то вместе. Я скажу, что сегодня, в настоящий момент, в Японии есть такая проблема, что у детей нет ни одного друга, у них друг в телефон. У нас это есть проблема? Конечно. Конечно. Дети не умеют общаться. Я работаю в middle school. Приходилось работать и в elementary, и в high school работала. Здесь уже в Америке работала в River City high school. И здесь, в школе Лариса Гончар, прекрасная школа, которая, в общем-то, известна многим. Лучшая, наверное. Да, одна из лучших. Вот. И вы знаете, это никак невозможно скрыть. Эта проблема, она очень очевидна. Мы ее видим из своей семьи и заканчиваем, может быть, более глобально. Действительно, телефон стал другом, стал необходимостью. А я хочу сказать, что в этом не дети-то виноваты, и не телефон. Без телефона сегодня невозможно. Это навигейшн, это масса информации, это память ваша, это подсказка. Это все на своем месте. И хорошо, когда есть телефон у внука, у сына, у друга. Но проблема в том, что вся жизнь так закручена в таком темпе, в таком формате, что родителям порой просто некогда задуматься, а дружны ли вы со своими детьми. Интересны ли вы больше, чем телефон для вашего ребенка. Да, понимаете? А есть, а какие друзья? А приходят ли друзья друга к вам в дом? Когда у меня росли дети, еще были маленькими, я всегда стремилась, чтобы наш дом был полон друзей. Я хотела их видеть, я хотела их чувствовать, и я хотела понимать, почему именно это, друзья моего сына, моей дочери, мне это было важно. По какому принципу он выбирает или она выбирает себе друзей. И сейчас я бы хотела родителям сказать, ну, оставьте телефон, я знаю, что сложно, работа, вы устаете. Сейчас столько соблазна в этом телефоне, нас привязывают сети социальные. Это берет время, да. Вы посмотрите, вот у меня приходит, например, информация, сколько часов в день. Часов. Отчет телефон дает. Отчет, да. И к вам так ко всем приходит, и люди должны задуматься. Я всегда радуюсь, когда время уменьшается, потому что это значит, что время жизни, ну, как бы реальной жизни увеличивается. Поэтому я за то, чтобы родители поинтересовались. Просто, вот, знаете, глянули, а кто твои друзья? А почему у нас их не бывает? А почему ты не ходишь? Ты ходишь на улицу еще там, да, но ты не ходишь в гости. Как-то это сейчас не практикуется. Нужно быть интересными для своих детей. Спасибо. Это непросто, но нужно. Спасибо огромное. А могу спросить у вас, какой категории людей вы готовы впустить в круг своих друзей, а какой нет? Гена, у вас такие вопросы интересные. Ну, общаюсь я, наверное, со всеми первые несколько минут. Несколько минут. Несколько минут. А потом, значит, если вижу надменность… Зависит от этого человека. Если вижу надменность, хамство, невежество, бескультурия, то тогда решаю на месте… Когда достаточно. Да, это уже достаточно или нет. Вы знаете, всегда детям своим говорю, студентам, говорю, что первое впечатление о человеке складывается за 20 секунд. Да, вы что? Да, 20 секунд. И складывается оно из трех критерий. Помогите нам. Значит, первое. Вы видите человека. То есть, когда человек только вошел, хотели вы с ним познакомиться или нет, ну, пересечения какие-то, да, вы увидели сразу… Первое, что вы увидели, это его внешний вид. Да. И согласитесь, что если он одет опрятно, чисто, красиво, по размеру, по возрасту, это один вариант. А если у него штанишки, извините, спущены, порваны… Рубашка расстегнута по пупу. Да, 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 да. Или, например, он одет на пару размеров… Ну, есть такой стиль оверсайз, это стиль. Это можно там джинсики, свитер какой-то объемный. А есть просто такая позиция по жизни, ахламонская такая. Знаете, когда вот такой он, как ложка в стакане болтается там в этой одежде, то это уже как-то вот определяет, это первое, что вы увидели одежда. Второе, вы видите манеры. Да, ну, тут они граничат, третий и второй пункт. Ну, я думаю, что все-таки второе – это манеры, потому что как он зашел. Или он постучался, или он спросил, разрешите, можно. Или поздоровался, это у нас проблема, кстати, многие люди не здороваются. Вот, как бы вот эти манеры, то есть минимум какой-то, он сразу, он вырисовывается. Дальше, следующий момент – это речь. Да, о чем он говорит и как он говорит. Да, как он говорит и… А что, тут кто-то есть, а мы это, мы это, ну, like… Я пришел, ты, Амин, понимаете, все. Вот кто ясно мыслит, тот ясно излагает свою речь, свою мысль. И когда, я всегда так говорю студентам, если у вас спросят имя, если я у вас спрошу, как вас зовут, вы никогда не будете говорить, ну, я это, ну, Геннадий, вы сразу скажете Геннадий, потому что нет вопроса, вы четко знаете, вы Геннадий, я Лилия, понимаете. А когда человек не знает, ну, и он тянет паузу, и не самым удобным образом, не умеет это делать, то это совсем уже другое дело. И вот первое впечатление – 20 секунд. А вот чтобы исправить это первое впечатление, которое отложилось, иногда годы нужны. Годы нужны. Годы, иногда, неделя, месяц, ну, то есть ближе познакомиться, но иногда годы. Вы согласны с формулировкой, по-моему, Сократ сказал, заговори, чтобы я тебя увидел. Это правда, да? Ну, отлично сказано, заговори, чтобы я тебя увидел. Потому что можно говорить и оставаться и неуслышанным, и неувиденным, и незамеченным, и непонятым. Понимаете? А если так человек заговорит, и вы его увидели по-другому. И подошли еще ближе, и еще вопрос задали. Да, и вам хочется общаться. Вы хотите его слышать и слушать, и вы слышите его. Спасибо. Лилия, скажите, пожалуйста, у вас есть социальные сети? Фейсбук, например. Как вы вообще к этим относитесь? Есть. Конечно, есть социальные сети. Ну, во-первых, в силу моей работы я должна поддерживать свою страничку. Это для меня важно. Это анонсы программ. Вы вопросы задаете, кстати? Да, я задаю вопросы, стараюсь интересные подбирать. И благодарна людям, которые отвечают на них. Очень активно, кстати. Очень активно, но не так, как бы я хотела. В зависимости от вопроса. Есть такие духовные, когда люди боятся. Нет, нет, Геннадий. Нет? Расскажите секрет. Знаете, сейчас скажу. Вот задаю вопрос. Любой вопрос. Ну, вот ближайший, например, там, назовите свою привычку, которая вам мешает. Думаете, она зовут? Ну, да, есть люди, которые называют. Кто-то говорит лень, кто-то говорит волнуюсь заранее, вот, там, кто-то говорит ем тогда, когда не хочу, а просто ем, да. Ну, то есть разные. Это откровенно. Знаете, где-то улыбнешься, где-то говоришь, ох, как знакомо, вот. Вот, а есть такие ответы, когда человек выдает такой стереотипный, знаете, как будто вот у него есть вот эти карточки, да, из Библии записи. И вот, а, вопрос, какие привычки. Раз, и вот тут он достал и показал. Вот там, ну, какая-то фраза, я сейчас не приведу. Стих из Библии, да? Стих из Библии, да. А хочется, понимаете, у меня тоже есть Библия. И у вас есть Библия. И практически у всех она есть, слава Богу. Уже как там к ней относятся, читают или не читают, это другой вопрос. Но если я захочу найти ответ в Библии, то я у Библии и спрошу. И я так и делаю. Я ищу ответы на свои вопросы в Библии. Это мои личные, это мое общение с Богом. Но если я спросила у вас, друзья, то я бы хотела услышать ваше мнение. Да, Библия нас корректирует, корректирует нашу жизнь. Она формирует наши понятия. Это правда, да, и аминь. Но мы остаемся людьми, мы должны иметь свою голову и уметь одеть свои мысли в слова. Это важно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди отвечали своими словами. Ну вот, и такие есть, ну много вопросов, которые люди иногда ставят в тупик. Или же это для них шанс, ну такой мини-проповедь, знаете, вот показать, что я знаю, я читаю. Я духовный человек. Да, я духовный человек. Вот здесь хочется видеть просто человека. А вашу духовность не мне судить, не мне. Это в свое время предстоит делать Богом. Спасибо огромное. Возможно, не все знают наши телезрители, но вы уже 8 лет продолжаете вести радиопередачи «Откровенный разговор» на христианском радио «Свет». Это в городах Портланд, Ванковер, Сейлом и также в интернете. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Вы знаете, вот если… А Портланд может видеть эту программу? Ну, я думаю, что да, конечно. Как бы мне хотелось сказать всем радиослушателям, которые вот из Портланда, которые слушают мою программу, она выходит каждую пятницу в 5 часов, если ничего не поменялось. 5 часов, да. То я бы просто хотела сказать, уважаемые, вот я вас люблю. Вот вы для меня одно целое какое-то, просто мой слушатель. Я не знаю, какого вы возраста, как ваша жизнь складывается, но я уважаю и люблю. Я выхожу в эфир для вас. Я стараюсь также поднимать интересные темы, я стараюсь быть доступной. Для меня это очень важно. Не просто жонглировать с какими-то словами, там, симбиоз герундии, сензитивы и так далее. Нет. Мне важно от сердца к сердцу сказать то, что я думаю, то, от чего хочу вас предохранить, как бы, вот знаете, ну, предупредить, сказать что-то, донести. Поэтому для меня это, этот проект, он очень дорог, он близок. И мне кажется, такая близость у нас есть, потому что был момент, вот как вы говорили о женщине, что я записала ей программу, потом появилась такая, как бы, ну, серия запросов и мне, и мне, и мне. И я высылала эти программы, по 50 программ, там, где-то 100, как получалось. Вот. И люди, понимаете, для меня это как детище. И когда оно востребовано, ну, что еще приятнее? То есть тебя услышали. Значит, то, что ты говоришь, важно, нужно кому-то. Пусть не всем, пусть не все программы, но кому-то это нужно. Для меня это очень ценно. Лиля, 8 лет, 100% эти программы любят, ждут, и поэтому благослови вас Господь и дальше. Спасибо большое. Ну, знаете, я, ну, если кто нас уже внимательно слушает и видит, я не совсем гладкая. Вот такая, знаете, шершавая. Ну, вы зато откровенная. Да, откровенная. Искренняя. И, может быть, это кому-то нравится, кому-то нет. Позитивно. Вы всегда подводите финал программы к тому, что к Богу. Все-таки у Бога обязательно спрашивайте. Если вы без Бога решаете, это будет долго. Однозначно к Богу. Вы знаете, более того скажу, что у меня нет, уже нет родителей. У меня нет братьев-сестер. Их никогда не было. Моя родня – это муж, сын, дочь, внук. Вот это мои самые близкие люди, других нет. И уповать мне приходится на Бога. Это для меня Отец Небесный, другого земного нет. Это для меня убежище, когда плохо, когда тяжело, когда хочется плакать, когда хочется склониться и сказать, все, я банкрот. Не в плане материальном, в душевном, может быть, в духовном, какие-то моменты. Тяжело. Тогда идет наполнение. Когда стаканчик пуст, легко его наполнить. А если там у тебя вот так с горой, я-я-я, ой, какая я-я, то куда ж тут уже Богу тут не потовпишься, я кажусь на Украине. Поэтому я считаю, что да, Бог на своем месте. Для меня это не… У меня мало стереотипных фраз, наверное, они уже появились, ну, в церкви какой-то идет, ассимиляция какая-то. Но настолько у меня все это вот искренне. Вот Бог, вот я говорю с ним, и я это не стараюсь демонстрировать кому-то. Может, это моя ошибка. А может быть, кто-то и соблазняется, думает… Ну, я слышала так, что дамочка неверующая. Ну, вот лучше бы люди не грешили, потому что не мы судьи, понимаете? Кто там верующий, как… Я думаю, что даже не надо обращать внимания, потому что, как правило, может быть, 95% людей, они все-таки понимают, что вы делаете или кто-то делает, там, спикер и так дальше. И находятся единицы людей, которые хочется что-то сказать. Ну да, всегда находится, это правда. Это так. Это так. Пусть они будут здоровы и благословенны. Но без нас. Лили, я знаю вас еще как человека, который спикер семинаров. Я был на ваших семинарах. Такие откровенные для мужчин, для женщин, для детей, для старшей молодежи, которые еще не имеют. Вас приглашали в церкви, а делали. Сейчас как-то это затихло? Или вы скромничаете? Или, может быть, уже все с интернетом научились? Наверное, да. Наверное, уже такой потребности нет. Что это было за время? Прямо скажу, что… Ну, это было, наверное… Пик был летом, может быть, 10 назад. Это еще было до моей аварии, когда еще я была здорова совершенно. Сейчас у меня уже немножко сложнее передвигаться. Вот. А так я всегда жила этими встречами. Мне очень нравилось. Мне нравились особенно семинары, когда они были очень целенаправленные. Вот с мужчинами отдельно, с женщинами отдельно. Были вместе. То есть везде своя тема. То, о чем мы говорим только с мужчинами, это один вариант. То, что только с женщинами, это другой вариант. Подростки – это вообще другой формат. Молодые семьи – опять-таки там другой формат. И каждым есть что сказать. И вы знаете, что скажу, что люди настолько слушали, конспектировали, что я удивилась. И приглашали, приходите к нам в церковь. Вот приходите, приходите. Но как-то церкви очень осторожничают в этом плане. Поэтому, если, может быть, когда-то еще последует приглашение, я с удовольствием откликнусь. Потому что тема нужная, актуальная, еще и болючая. Сегодня, когда в мире столько всяких непотребств, ну, не буду мы их перечислять, мы все их знаем, вот, то нужно говорить, и нужно говорить на разных уровнях. И с духовной точки зрения, и с душевной точки зрения, и с психологической точки зрения. Нужно разговаривать с молодежью, с молодыми семьями для того, чтобы сохранялся брак, чтобы люди учились любить, понимать, благодарить, как мы уже коснулись этой темы. Контакт детей и родителей очень нарушен, такая дистанция. И не всегда вот такая, иногда вот она вот так идет, вертикальная. Спасибо вам за это. Ну, вы знаете, у нас сейчас эфир, и я хочу вас выпросить, незапланированное, оставить пожелания мужчинам, женщинам, подросткам по одной минуте. Вот то, что придет вам первая мысль, я понимаю, что вы не можете за минуту сказать, или за две. Что вы хотите мужчинам сказать нашего времени сейчас? Вот есть у них время для семьи, для жены, и какие жалобы женщин? Мужчины, услышьте меня, пожалуйста. Сегодня человечество нуждается в вас. Нуждается. Нуждается в настоящих мужчинах. Не те, которые кастрюльки с оттопыренным мизинчиком проверяют на кухне, а в настоящих мужчинах, которые не боятся брать на себя ответственность. За супругу, за детей, за свою жизнь семейную. Это очень-очень важно. Женщины очень хотят, чтобы рядом был сильный мужчина, чтобы они были замужем. Да, есть категория женщин, которые порулить хотят порой, но умейте правильно расставить приоритеты и по библейским принципам, и в семье. Мужчина должен быть мужчиной и лидером, главой семьи. Знаю, что некоторым это не понравится, но это залог правильного, наверное, какого-то микроклимата в семье, что ли. Поэтому мужчинам я желаю здоровья, благословения в бизнесе, мудрости в семье, в отношениях с супругой и детьми. Это очень важно. Ну, что еще вам, мужчины? Просто будьте с Богом. Не на словах. Потому что, когда, часто видела, когда в проповеди говорят, вот, женщина там должна то-то, мужчина раз ее толкает, типа, слушай, а себя не видит. А вы должны ведь относиться к женщине, ну, знаете, как, да, как Христос относился, хотя бы не то, что к церкви, а как он к женщинам относился. А ему попадались разные женщины, это не то, что ваши жены, а он относился к ним всегда уважительно. Это то, что касается мужчин. Что касается женщин, скажу женщины, не надо стараться быть мужеподобными. Будьте женщинами и дайте шанс мужчине, который рядом с вами, быть мужчиной. Дайте ему этот шанс. Не надо его отталкивать и сказать, да, я тут поуправляю сейчас, я сказала так, а ну. Нет, вы от этого только выиграете. Вы знаете, так приятно. Умейте сдаваться в плен. Поднимите ручки, склоните головочку. Придите к своему мужу. В плен. Хочу в плен. И пусть этот плен будет сладким. И вы увидите, как это приятно, как это правильно и как это влияет на всю вашу жизнь. То есть главный посыл – это будьте женственными. Чтобы мужчина не соревновался с вами, вот кто сильнее, кто дальше. Вы не в забеге. Вы тем, которому жить, вот так, знаете, и жить, и жить, и воспитывать, и поднимать детей. Поэтому женственность – это то, что должно начинаться с вашей внешности и заканчиваться, наверное, вашими словами, делами, отношением, молитвами. Ну, не знаю, всего не перечислишь. Так, следующие подростки. Нет, можно я не подросткам сейчас два слова скажу родителям. То есть я сказала о женщине и мужчине, а теперь родители. Родители, такая необходимость есть сегодня сократить дистанцию между вами и детьми. И просто необходимость. Подбирайте слова, следите за речью, не грешите на глазах у детей, не грешите. Сидит ребенок, а вы говорите, алло, да я еще не дома, да скоро буду. А у ребенка вот такие глаза, как он еще не дома, понимаете? Это такой минимальный пример. Ребенок смотрит, как мама рассчитывается в Уолмарте за продукты, и пару вещей положила в пакет. А ребенок подумал, естественно, мама ошиблась, она просто, ну, как бы забыла. И напоминать, тихо сказала, это не твое дело, иди туда. Понимаете? Не грешите на глазах у детей, ну, не грешите вообще, а уж на глазах у детей тем более. Подбирайте правильные слова. Все те слова, которые вам не нравятся потом, дети берут из дома. Потом приносят в школу. И этот круговорот, он так продолжается. Вот просто обратите внимание на своих детей. Чем ты живешь? Ребенок, сын? Что тебя волнует? Кто твой друг? Не спрашивайте вы, что он ест, что не ест. Не пропадут. В Америке с голоду не умрут. А вот чем питается дух и душа, это важно. Это очень важно. Так, ну и подростки. Любимая моя категория. Хочется сказать, дети мои. Ну, если вдруг студенты видят, да? То вы мои дети. А вообще-то подросткам это сложный период. И если вы думаете, что сложный подростковый период только для родителей, вы ошибаетесь. Он для них сложный. И это объясняется и физиологией этого возраста, и гормональными играми. Им тоже тяжело. Это период, когда они о себе заявляют. Не угнетайте. Не надо гнета вот этого морального. Наоборот, дайте пробовать. Слышьте их мнение. Убеждайте друг друга. Разговаривайте. Это очень важно. А подросткам очень важно слушать родителей. Как бы вам это не нравилось, слушать родителей. Потому что тот, кто сквернословит, тот, кто не почитает мать и отца, смертью да умрет. Понимаете? Ну, понятно, в свое время мы все придем в эту точку. Но вам еще жить и жить. Вам еще пройти свою дорогу нужно. И для того, чтобы ваша жизнь была благословенной, нужно поддерживать правильные, здоровые, красивые, близкие отношения с родителями. И с теми, кто постарше. Это ваши бабушки, дедушки. Да, сегодня они не понимают, как включить телефон. Они не знают, как что-то там с компьютером делать. Но у них была тоже своя жизнь. Они были молоды. Уважайте. Просто уважайте. Ну, вот, думаю так. Спасибо огромное. Ой, как долго. Это мини-семинар. И очень насыщенный. И очень важен для наших уважаемых телезрителей и их слушателей. Друзья, спасибо огромное. Сегодня с нами в эфире педагог, психолог и радиоведущая Лилия Сосина. Хотя, правда, сказать не только радио. Вы же имеете опыт телевидения. Да, было, было. Вы бы хотели вернуться на телевидение? Не знаю. А что нужно для этого? Что для этого нужно? Ну, наверное, как минимум приглашение. А как максимум, наверное, нужно знать, или тебе есть что сказать. Ведь телевидение – это все-таки совсем другой формат. Это ого, какой формат. Лилия, ну, у вас сто процентов есть что сказать. Я думаю, что… Ну, спасибо, Гена, спасибо. Я искренне это говорю. Ну, я к этому очень серьезно подхожу. Особенно с возрастом. Понимаете, сегодня у меня уже такой возраст больше полвека. Кстати. Намного. Лилия, не намного. Я, извиняюсь, остановлю вас. Есть такое выражение в народе – есть женщина, есть баба. Вы можете объяснить, в чем разница? Ой, ну, это, наверное, каждый должен посмотреть, вот мужчина особенно, посмотреть вокруг. И он сразу поймет – вот это женщина. И независимо от возраста, она всегда будет женщиной. И она никогда и в 70, и в 75 она не станет бабой. Вот она женщина. Это умение себя подать, это умение сказать свою мысль, это умение слушать, слышать, быть меньше, женственней, всегда быть женственной. Это очень-очень важно. И если мы говорим о таких женщинах, то да, им не суждено стать бабами. Никакие цифры. Нет, никакие цифры. Она все равно будет женщиной. Я вижу таких женщин очень часто среди, к сожалению, среди американцев только. У нас таких женщин, ну, они тоже есть, слава богу, но это не… Намного меньше. Намного меньше, да. А баба? А баба – это баба. Знаете, когда говорит, вот настоящий мужик, это комплимент. Но когда говорят, вот это баба, это никогда не комплимент. Это никогда не комплимент. Я бы не хотела такого комплимента. Баба – это та женщина, которая сама себя обобила, если так можно сказать вообще, наверное, не сильно грамотно. Но это та женщина, которая забыла, что она женщина. Что ее мужчина в любом возрасте остается мужчиной, и он любит глазами. Что она должна выглядеть соответственно. И выглядеть – это не только вот это. Выглядеть – это еще наши поступки. Это еще наша харизма. Это наша речь. Вот все это должно быть, понимаете. Поэтому есть, да, те женщины, которые… Вот она всегда была бабой, только она оденет коричневые носки, синюю юбку, зеленую там хустынку, красную кофту, там еще что-то. Ей все равно. Ей все равно, да. А это плохо. Тепленько, чтобы было тепленько. Я понимаю, с возрастом у меня тоже есть возрастные изменения, которые я понимаю, я вижу, их чувствую. Но это все можно нивелировать с каким-то чувством красоты, комфорта, ну, где-то какой-то кусочек модного веяния взять, понимаете. То есть… Ну, хотя бы одеться красиво, как вы. Хотя бы одеться, ну, да. Тут у вас так прохладно, поэтому я так уж себе позволила. Но все это должно быть. Вот посмотрите, женщины, посмотрите на себя в зеркало и поставьте себе статус «баба» или «женщина». Спасибо. Я думаю, что оно само за себя скажет, отражение. Спасибо вам огромное. Мы же сегодня сколько помогаем нашим телезрителям и слушателям. Ой, не знаю. Я уверен, что это… Очень интересно бы отзывы знать, знаете. Напишите в комментариях. Я ценю честные отзывы. Когда, например, говорят, ну, вы такая умничка, вот вы молодец, а кто-то говорит, ой, ну, слушайте, в вашем возрасте можно было бы быть поскромнее. Ну что, ну человек так считает. Но я уже в своем возрасте, когда уже за 60, я уже не стесняюсь это сказать. 60, Лизочка, вы даже не… Я хочу сказать, что в этом возрасте, женщины, не бойтесь этого возраста, я боялась, ну, ой, 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 так уже много сильно. Потом поняла, что жизнь продолжается. Вот. И что я поняла? Появился в этом возрасте такой бонус классный, когда ты можешь себе позволить роскошь. Роскошь в чем? В том, чтобы сказать то, что думаешь. И я это делаю. Меньше зависит от человеческого мнения. И я себе это позволяю. От комментариев негативных. Главное здесь – деликатность. Да. Если вы говорите это деликатно, то с любовью это нормально, это работает. Ну, если вы, конечно, говорите это на бабском уровне. О, шо-то ты так и надел. Это совсем другое, понимаете? Как ты постарела. Да, у нас люди так могут сказать. Господи, прости, конечно, что я такое сказал. А вот если вы находите правильные слова и говорите, ой, слушай, а вот в зелененьком платьице у тебя было лучше, ты как-то так, знаешь, выглядела по-другому. Красиво сказали. Да, вот сказали так. И не обидели. И не обидели. То есть обо всем можно говорить по-разному. Спасибо огромное. Друзья, я уверен, что вы бы тоже с удовольствием слушали Лилию Сосину 24 года в эфире, потому что как же интересно вас слушать. Спасибо. Вы говорите о жизни, о насущном, о необходимом. То, что как раз нас касается в настоящее время. Лилия, буквально мы так, ну... Это с вами, это с вами так быстро время летит. А у меня еще вопросы. Буквально, если коротко, я знаю, что вас очень любят приглашать как свадебную ведущую. Вы ведете еще праздники и для детей, утренники, и для юбилей и так далее, что подобное. Свадьбы, почему вы любите быть ведущей? Ой, ну знаете что, скажу это опять-таки откровенно. Давайте. Во-первых, для меня любая свадьба – это праздник, который нельзя испортить. Просто нельзя, вариантов нет. Это нужно очень подготовиться. Это особое благословение, когда тебе доверяют такой день. Самый дорогой в жизни. Ты входишь в историю этой семьи. Ты входишь в семью, в эту историю. И я всегда желаю, чтобы эта свадьба была первая и последняя. Пусть потом лучше там золотая будет и так далее. Это очень ответственность большая. Мне нравится, я человек с позитивным и веселым нравом, и мне нравится, чтобы свадьбу не просто проповедовали, не просто отмечали, а чтобы ее играли. Чтобы она была веселая. Праздником. Содержательная. Но не просто хи-хи-ха-ха. Нет, это тоже не мое. Мне важно, чтобы все было в назидании. Поэтому я немножко удивляюсь, когда отдают предпочтение ведущим, которое только развлечение, да, и все. Как бы это маловато. Я женила и выдавала замуж свою дочь, сына, да. То я искала ведущего, и мои критерии были важны, чтобы это звучало назидание. Не такое назидание, что вот стал человек и назидает, и назидает, и назидает, и назидает. Нет. Но все то, что человек говорит на свадьбе, это должно работать. В шутке, в игре, в конкурсе. Но это должно нести свой посыл. Так что, ну, я считаю, что это важно. Спасибо, спасибо. Так что будут вас приглашать. Вы не отказывайте. Вы четыре с половиной года ведете вместе с Сергеем Пекуном передачу «Лабиринт». Четыре с половиной года. Это самый, наверное, нелегкий ваш проект, потому что вы поднимаете самые тяжелые темы в семье, отношениях, проблемы в семье, брак не по любви, измены и так далее, и тому подобное. Вам пишут письма и хотят, чтобы вы в эфире помогли разобраться в этих вопросах. Есть у нас буквально полторы минуты об этом проекте. Быстро скажу. Люблю «Лабиринт» за то, что это прямый контакт с людьми, с их болью, с их надеждами. Мы не решаем проблему за один эфир, нет. Но мы ее озвучиваем и привлекаем людей. Это интерактивная программа. Привлекаем мнение людей, и многие благодарят. То есть это все конфиденциально, это все выдержано деликатно. Но эти темы, которые мы затрагиваем, они касаются очень большого количества людей. Да, люди слушают, помалкивают, но они слушают и что-то берут для себя. Поэтому я считаю, что такая программа, в принципе, аналога пока у нас ей нет. Но я очень дорожу тем доверием, которое оказывают люди, написав письмо, затронув какую-то тему. Мы стараемся с Сергеем, я благодарна Сергею, он тоже всегда готовится к эфиру. Так что мы стараемся быть полезными. Просто послужить. Спасибо вам огромное. В настоящий момент вы еще являетесь педагогом в школе. Вы уже сказали, это правда, как сильно вас любят детки. Это правда. И я люблю их очень сильно. Спасибо вам за это, за доброе материнское сердце. Скажите, пожалуйста, какой совет вы можете дать родителям, чтобы воспитать хороших детей? Ну, немножко мы уже коснулись этого, да? Я хочу очень простые истины сказать, что как бы вы не воспитывали детей, что бы вы им не говорили, если вы этого сами не делаете, то смысла в этом нет. Поэтому как себя не воспитывать, то начинать, короче, нужно с себя. Спасибо. И речь свою, и манеры, и все начинается с семьи. Спасибо огромное. Лидия, вы очень любите вашего внука. Расскажите. Я в некоторых телефонных разговорах, мы общаемся, и ко мне сегодня придет внук. И вот насколько вы его ждете, насколько вы его любите? Ему 9 лет. Несколько слов о нем. Несколько слов. Знаете, каждая бабушка не может вместиться в несколько слов о внуке, что внук – это все, это такой десерт жизни. Я не понимаю тех бабушек, которые стесняются быть бабушкой, говорят, называй меня там Таня или там Маня. Вот. Я бабушка, 9 лет, и это… Я самая счастливая бабушка. Потому что это счастье воспитывать, принимать участие, взращивать этого внука, вкладывать в него. Я научила его читать, писать, ну, на русском языке, разумеется, слава богу, не на английском. Этому он меня учит. Его английский научат, а вот по-русски кто его научит? Да, да, да. Бабушка. Это шикарный словарный запас. А самое главное, что есть душа. Мы с ним говорим по душам. Говорим, анализируем что-то, вот шепчемся, как я рассказывала, да. Мы друзья. Я доверяю. Он доверяет. И с любой проблемой, ну, как-то я его проверяла на такой блиц-тест. Есть у меня такой, как бы, изюминка такая, я иногда в своих программах. Быстро говорю начало предложения, нужно закончить фразу. И когда я говорю «важный человек в твоей жизни», то, конечно, мне было очень лестно, у меня даже глаза повлажнели от того, что «бабушка». Вот так. Спасибо. Счастья вам во внуках, в детях, всем счастья. У нас осталось буквально полторы минуты, и, может быть, несколько вопросов, если мы быстро… В чем смысл жизни? В том, чтобы определиться, с кем ты будешь потом, с Богом или без Него. Спасибо. Какой самый лучший совет вы услышали о своей жизни? Меньше разговаривай. Больше разговаривай. Примеры ли поступки жизни ваших родителей, которые вы запомнили на всю свою жизнь? Это, наверное, любовь, самопожертвование, умение отдавать. Меня научили родители отдавать. И говорили всегда «то, что отдано, твое». Кто или что может довести вас до слез? Ой. Номер один – внук. Внук, дети. Ну, самые близкие обычно делают больнее всего. Ну, это не значит, что они меня обижают. Нет. Но просто всегда больно, когда близко. Тот человек, которого вы отпустили сильно близко, и поэтому это рано, самопождано. И некоторые моменты в жизни других людей, когда особенно война, Украина – это для меня боль, я молюсь и плачу. У вас друзья остались родственники? Да, нет, родственников нет, а у меня есть друзья, ученики, одноклассники. Это моя страна, это моя родина. А что для вас означает идеальная семья? Любовь, уважение, взаимопонимание, надежность друг друга. Вот, то есть, в розетку можно идти, станете спиной друг к другу, и ты знаешь, что туда можешь уже не оглядываться, там все прикрыто. Человек, которому вы можете на 100% доверять, да? Ну, конечно, да, а иначе супруг, супруга должны быть такими людьми. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, мы искренне благодарны за то, что вы провели этот эфир вместе с нами. Мы искренне верим, что он был полезен, интересен и назидательным, самое главное. Спасибо за то, что вы смотрите и слушаете христианский телеканал «Импакт». Благослови вас Господь. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.